С огромной радостью открываем нашу гостевую страничку сегодня у нас в гостях, чтобы так не отвлекаться от главного Юрия Стрелков, действительный член всемирного братства магов, автор и постановщик иллюзионных трюков для телесериала «Маски-шоу», для фильма режиссера Киры Муратовой «Вечное возвращение», а также одесский граф Калиостро и просто настоящий волшебник. Доброе вам утро! Доброе утро! У меня прям дрожь пробирает сидеть рядом с настоящим магом. Юля, мы тебя распиливать сегодня не будем, я надеюсь. Юля, успокоись, я добрый волшебник. Да, пилить не будем ни головы, ни тела. Но, судя по реквизиту, еще очень интересный волшебник. Юрий, ну, мне просто очень понравилась формулировка, ну, одесский граф Калиостро. Вот почему так? Да, расскажу вам. Дело в том, что я со своей дочерью, которая является художником по костюмам театральным, мы решили возродить образ этого легендарного человека, графа Калиостро, которого на самом деле звали Джузеппе Бальзамо. Ну, нашим зрителям, нашим людям он в основном знаком по замечательному фильму «Формула любви». Но когда я начал изучать эту личность, я понял, что он не про… Во-первых, он был таким немного трагическим, немного лирическим персонажем, он был и фокусником, и алхимиком, и мистификатором, и волшебником, и гипнотизером. И как-то вот такое слияние интересов произошло. Я давно хотел сделать свою программу, номер связанный с графом Калиостро, и как раз мне помогла моя дочь, которая закончила театральное художественное училище, и ее дипломом были костюмы по произведению Дюма «Ожерелье королевы», где один из главных героев – это граф Калиостро. Ну, он же не был, я так думаю, все-таки вот неким аферистом, ну, в таком, не в плохом смысле слова. В хорошем смысле, я думаю, что был. Я не изучал его. Понимаете, тут, чем он мне был интересен, до нас дошло очень немного информации о нем. Это образ известный, но в то же время деталей о нем дошло до нас очень мало. И поэтому, когда те или иные авторы театральных произведений, кинорежиссеры касаются темы Калиостро, то его можно трактовать, его образ можно трактовать очень вольно. Да, и вложить что-то свое в его образ. Именно потому, что мало что до нас дошло. А вот… Я, кстати, покажу трюк потом. Да, мне еще вот хочется узнать все-таки про всемирное братство магов. Звучит это прямо, знаете, как… Это, как вы уже говорили, конгломерат волшебников Хогвартса? Или там собрались настоящие профессионалы искусства фокуса? Да, расскажу. Некоторых пугает слово «магов», но дело в том, что это общество, оно создано в Америке, в Нью-Йорке. Объединяет всех фокусников, кто хочет объединиться со всего мира. Вот. И поскольку находится в Америке, то по-английски звучит название этого общества «International Brotherhood of Magicians». В английском языке… То есть, всемирное братство магов. И в английском языке нет слова «фокусник». В русском есть «фокусник», а есть «маг». В английском тот, кто занимается магией, он «магician». И тот, кто фокусник эстрадный, как я, он тоже… Издержки языка такого. Да, да, да. Ну, русский язык, он, конечно, более широкий и более красивый. И… А фокусники обмениваются там информацией или каждый хранит свои тайны и секреты? Вы знаете, я должен вам сказать, что, к огромному сожалению, вот наши профессионалы, вот украинские фокусники, среди которых есть очень много настоящих мастеров, они не так легко делятся своими какими-то секретами и наработками, чем иностранцы. Иностранцы, как ни странно, более открыты. Что вы считаете? Может быть, это чувство такой конкуренции, да, какое-то своеобразное. А существует, кстати, конкуренция среди фокусников. Вот интересно вот просто так вот со стороны вот задать вопрос, как вы его ответите? Вы знаете, сейчас ее как-то меньше. Сейчас все-таки среди коллег более теплые отношения, чем раньше. Почему? Мне трудно сказать. Не знаю почему. Может, зрители стали знать больше отгадок? В отношении вот вашего вопроса. Да, сейчас появилась такая штука, как интернет, и любой человек, если его интересует секрет какого-то фокуса, может его узнать в течение нескольких минут, найти в поисковиках и так далее, и так далее. С одной стороны, это не очень хорошо, а с другой стороны, это предъявляет больше требований к тому или иному фокуснику, потому что на первый план выходит не секрет фокуса, а потому что сейчас, допустим, если шарик, ну вот, к примеру. То есть, если берется шарик в правую руку, перекладывается в левую, исчезает куда-то и снова появляется в правой руке, то если кто-то хочет узнать, как это делается, он может это узнать буквально за одну минуту, что фокусник не перекладывает шарик в эту руку, а оставляет в этой руке, и на первый план выходит именно мастерство артистическое, подача, поскольку секретом в чистом виде никого сейчас не вижу. Я, между прочим, хочу отметить, что для телезрителей, вот кто с той стороны экрана нас наблюдает, вот я сейчас сидел, вы показали вот такую манипуляцию интересную, и даже я рядом здесь находясь, я не увидел ничего такого, да, то есть я не понял, как это произошло, поэтому вот в этом, наверное, состоит настоящее мастерство фокусника. Спасибо, я это понимаю как комплимент. Спасибо. А как вы считаете, есть ли особая энергетика или аура, как говорят, у фокусника, и должна ли она быть? Абсолютно обязательно. У человека, который выступает перед какой-то аудиторией, обязательно должна быть своя аура, свой какой-то шарм, артистизм, потому что вот меня часто спрашивают, каждый ли человек может стать фокусником. Научиться показывать фокусы, я это неоднократно уже говорил и повторяю, может практически любой человек, но стать фокусником, артистом может только тот, кто обладает тем, о чем вы говорите. А нужен ли наставник? Обязательно, да, это абсолютно обязательно, точно так же, как нельзя стать врачом, прочтя все абсолютно медицинские книги на свете, точно так же фокусником нельзя стать без человека, который будет направлять. А для вас был кумир? Очень интересно, наверное, у каждого человека есть особый пример, к чему вы стремились, и возможно, вы уже достигли мастерства этого человека. Несколько таких есть фокусников, ну, из, скажем так, советских фокусников, это, конечно же, Арутюна Копян, преемником которого стал его сын Амаяка Копян, а из всемирно известных это Зигфрид и Рой, это Ланс Бертон, тот же Гарри Гудини, о котором вы вспоминали. Вот так даже для фокусников есть фокусники. Мы все о фокусах, о фокусах, а может быть, Юрий, мы как-то вот начнем уже, перейдем к самому процессу, а в процессе будем задавать вам вопросы. С чего мы начнем? Я достаточно много взял, но давайте начнем с фокуса, из раздела, который называется «Ментальная магия». Юля, вы мне поможете, хорошо? Да, давайте. Так, у меня есть две колоды карт. Вообще, больше всего фокусов, конечно же, существует с картами, их больше 30 тысяч. Так, вот у меня есть большая колода, давайте мы сделаем так. Так, вот я возьму, выберу отсюда какую-то карту, пока мы ее никому показывать не будем. Вот так давайте сделаем, положим. Так, эту часть мы отложим сюда. Так, Юля, сейчас покажу вам колоду карт и обращу ваше внимание и внимание наших телезрителей на то, что она состоит из разных карт. Это важный момент, к которому мы еще вернемся. Да, подтверждаю, карты разные. Да, ну здесь у нас, естественно, рубашка, как и положено. Юля, сейчас у вас будет простая задача, но важная. Я буду пролистывать колоду карт перед вами, медленно, медленно. Вы должны выбрать в этой колоде любое место, то, которое вам понравится. Сверху, снизу, в середине. И в любом месте остановить колоду пальцем. То есть вы вставляете палец в любое место, он ляжет на какую-то карту. Вы вынимаете эту карту, ну и можете ее всем показать. Любая карта. Вот кладете, да, кладете. Да, все, можно внизу, снизу, снизу, да. Так, вы положили. Так, вынимаете карту, на которой лег ваш палец. Ну, в принципе, чтобы не томить наших телезрителей, вы можете ее показать всем, что это за карта. И себе покажите. Да, это у нас, по-моему, бубновая десятка, да? Да, бубновая десятка. Юля, а теперь я попрошу вас, возьмите, пожалуйста, карту, которая лежит на столе. Ух! Да. О, боже! Покажите. Это тоже бубновая десятка. Ну, когда мы готовили сегодняшнюю передачу, я обещал, что я нашим телезрителям и вам, ребята, не только покажу какие-то фокусы, но и, ну не то чтобы раскрою секреты, но предокрою завесы тайны. Как вы думаете, как это делается? В чем секрет? Где он прячется? Нет, я вообще не могу понять. А я вам расскажу. Секрет, да. Да, да. Вы положите. Секрет прячется вот в этой колоде. Это специальная колода, волшебная. И ее секрет прячется вот в этой пиковой даме, одиозной. Возьмите, пожалуйста, даму. Так. Положите ее, пожалуйста. Да, я вновь хочу вам показать, что у нас здесь карты разные, естественно. Да, это все. Обычная колода с 36. Да. Положите ее, пожалуйста, сверху. И сделайте, пожалуйста, вот так. Это важно. Вы почувствовали, что-то произошло? Дело в том, что как только вы это проделали, у нас вся колода превратилась в колоду, состоящую из всех абсолютно одинаковых карт. То есть какую бы карту вы не выбрали, ну, как вы понимаете, я заранее знал, что вы выберете эту карту, потому что у нас все карты бубновые десятки. Вот. С этой стороны, с этой стороны. Здесь у нас, естественно, рубашка. Но достаточно по верхней десятке. Снова щелкнуть пальцем. Она у нас превратилась, посмотрите, во что? Вновь. В пиковую даму. Да. Здесь мы не поменяли колоду. У нас здесь та же самая колода, состоящая из десяток. Положите, пожалуйста, сюда даму. И снова сделайте вот так. Это очень важно. И прямо на ваших глазах у нас колода вновь превратилась в колоду, состоящую из всех абсолютно разных карт. Причем, если я пролистаю перед вами, то десяток вы здесь вообще не найдете. Они исчезли. Вы знаете, вы ничего не раскрыли. Десятка была одна. Вот так, вскружили голову. Причем именно та, которую вы достали. Вот, собственно. Это трюк из раздела «Ментальная магия». Вообще, искусство, которым я занимаюсь, имеет несколько разделов. Это крупная иллюзия, то есть крупные иллюзионы. Микромагия, вот то, что здесь находится на столе. Это элементы парапсихологии. Это такие вещи, как дел граф Калиостр, когда человек взглядом... Ну, я не буду предвосхищать. Изменяю структуру металлических элементов. Ну, а у нас в гостях сегодня настоящий волшебник Юрий Стрелков, действительный член всемирного братства магов, автор и постановщик иллюзионных трюков для телесериала «Маски-шоу», а также для фильма режиссера Киры Муратова «Вечное возвращение», «Одесский краф Калиостров». Вот так вот мы сегодня продолжаем с вами, Юрий, знакомить наших телезрителей с настоящим волшебством. А для вас волшебство существует вообще в жизни? Вот, ну, верите ли вы в настоящее чудо? Не в фокусы, а именно в чудо. Или скорее в магию. Или в магию даже, да. Вы знаете, магией я, я всегда это оговариваю, то есть магией я не занимаюсь, это, скажем так, довольно опасная штука, и вам, ребята, не советую. Этим занимаются специалисты. У меня есть друзья, которые занимаются магией, но делать этого не нужно. А в чудеса, конечно же, я верю. Я эстрадный фокусник. То есть я ставлю себе задачи нести людям радость посредством фокусов. А кто самоблагодарный, маленький зритель или взрослый? Или кого легче удивить? Вот так уж, чтобы аж был восторг. Отвечу. Вы знаете, многие взрослые ошибочно думают, что гораздо легче выступать перед детьми, их легче обмануть. На самом деле это ошибка. Взрослым показывать фокусы гораздо легче и гораздо проще. Детям невероятно тяжело. Почему? Потому что у детей более свободное, более незашоренное мышление. Взрослые настолько погружены в свои ежедневные проблемы, что они легко могут не заметить какой-то мелочи. Взрослые люди больше мыслят штампами, чем дети. Вот так. Поэтому их гораздо проще удивить и обмануть. Детей гораздо сложнее, вопреки бытующему мнению. А когда вы были маленьким мальчиком, верили ли вы в чудеса и ходили вы изначально стать фокусником? Или это как-то пришло со временем? Ну, не с самого рождения, конечно. Но где-то лет с восьми, учась в первом или втором классе, я уже не помню, я начал интересоваться фокусами, читать какие-то журналы. Их тогда было очень мало. Книги, которых тоже было мало, но можно было найти. А вы можете припомнить, что у вас получалось, первые шажочки ваши? Какие это были фокусы? Ну, вы знаете, я могу вам показать фокус. фокус, один из первых, который я показывал, и расскажу вам, уважаемые зрители, и вам, ребята, как это делается. Его можно замаскировать под гипноз, кстати, или под телепатию. Две спички. Так. Только вам нужно напряженно на них смотреть. Вот это один из первых трюков, которые я показывал. Вот так вот, мой взгляд, за правую спичку, а Юля, за левую спичку. Да, как я обещал, я раскрою некоторые секреты. Секрет этого фокуса элементарно прост. Вам нужны две обыкновенных спички и кусочек такой резиновой трубочки. Ее раньше называли ниппельная резина. Вот. Как вы это делаете? Вы готовите реквизит таким образом, а во время фокуса... Простой, это такое натяжение. Да. Вы сгибаете, естественно, эта резиночка натягивается, вы сжимаете пальцы. И по мере того, как вы пальцы отпускаете, спички поднимаются. Единственное, здесь есть немного сложный момент. Если ваши зрители захотят посмотреть, проверить эти спички, то вам нужно дома потренироваться, как ловко снять эту резиночку. Это можно сделать так. И вот, допустим, я даю вам проверить. Все абсолютно... А резиночка осталась у меня в этой руке, я могу ее положить. Юрий, скажите, а элементы гипноза используют... Вы затронули такую интересную тему. Влияете ли вы как-то на своих зрителей еще таким образом? Да, инструменты манипуляции сознаниями вниманием. Манипуляция сознанием есть, но гипнозом я не занимаюсь, поскольку, как я уже говорил, я эстрадный фокусник. Гипнозом занимаются гипнотизеры, врачи. Как говорится, в рамках действующего закона. Да, но элементы внушения, безусловно, есть. Безусловно, есть. Ой, так это да, можно провокационный вопрос, но не к вам относится, а именно вообще в принципе к фокусникам. Ведь понятно, что настоящий профессиональный фокусник, он может там проделать всякие штуки интересные, в том числе и с денежками. Я имею в виду, что были ли такие случаи в истории человечества, когда фокусник, честно говоря, был не очень чист на руку. И может быть где-то использовал какие-то такие штуки. Вы знаете, к огромному сожалению, я даже был знаком с несколькими такими людьми, но... Участь их не очень хороша, да? Да, 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 да. Они, нельзя сказать, что плохо закончили, но их жизнь в связи с этим осложнилась. А профессиональные фокусники пытаются бороться с такими людьми? Или это не уже существует, это признано? Нет, нет, нет. С ними должны бороться люди, которые призваны это делать. Фокусник – это добрый волшебник. Вот так вот, так мы и привыкли думать. Давайте все-таки перейдем к нашему волшебству. Так, покажу вам фокус, поскольку вас двое. Я вам покажу фокус, который часто я показываю молодоженам на свадьбах. Ну, вы хоть и не молодожены, но... Но к этому делу подойдем профессионально. Это уже ваше личное дело. Фокус с тремя веревочками. Один, кстати, из моих самых любимых фокусов. Вообще, я больше всего люблю фокусы, в которых используется несложный какой-то реквизит с пружинами и кнопками. А самые простые внешние фокусы. Во-первых, их труднее всего показывать. Во-вторых, они максимально... Оказывают максимальный эффект. Потому что все перед вашими глазами. Ну, самые внимательные из вас, дорогие друзья, наверняка заметили, что эти веревочки имеют какую длину? Разную. Разную. Юля, пожалуйста, выберите одну любую веревочку, ту, которая вам понравится. Любую. Так, средняя веревочка, мудрая девушка. Так, Сергей, пожалуйста. Так, не знаю, что лучше для эффекта нам визуального света. Я попрошу вас, возьмите, пожалуйста, каждый ту веревочку, которая вам досталась. Покажите нашим зрителям и подергайте ее изо всех сил. Чтобы убедиться в том, что здесь нет абсолютно никаких секретов. Потому что иногда я думаю, что веревочки растягиваются, что там есть какие-то крючочки, магнитики. Нет секретов? Это, пожалуйста, тоже проверьте. Так, проверяем. Вы внимательно проверяйте. Так. Настоящая веревочка. Даже склеена по бокам. Да, для того, чтобы она не... Кошлатилась. Не кошлатилась, да. Так, вы внимательно проверили? Что я делаю? Я беру эти веревочки в левую руку. Так, подравниваю эти концы. Вы внимательно смотрите? Да, да, да. А эти концы я беру другой рукой. Длинная веревочка, средняя и коротенькая. Ребята, я сейчас обращаюсь к вам двоим, к вам, Сережа, к вам, Юля. Когда я посчитаю до трех, я попрошу вас сильно подуть прямо на эти веревочки. Так. Итак, внимание. Раз, два, три. Слушайте, вы фокусы раньше не показывали? Нет. Посмотрите, прямо на ваших глазах, после того, как вы подули, и на ваших глазах, дорогие телезрители, все три веревочки стали какими? Равной длины. Абсолютно одинаковыми. Вот одна веревочка, вот вторая и третья. Но превращение в одну сторону было бы слишком простым. Мы сейчас все вернем к тому, что было в самом начале. Я слишком быстро показываю, да? Давайте я буду медленнее. Я беру три одинаковые веревочки, складываю их и вручаю их кому? Вам, Юля. Держите двумя руками. Крепко, крепко. Так, крепко. Так, Сережа, я смотрел первую часть вашей программы. Да, да, да. Вы говорили о магическом заклинании. Там, Абракадабра, Сим Салабим. Давайте мы сейчас это применим. Пожалуйста, как настоящие волшебники, сделайте вот так. Так, подтереть нужно, чтобы прану, энергию, направить в нужное русло. Волшебство в программе утренка. Бим Салабим, Сим Салабим. Абракадабра. Абракадабра. Без этого никуда. Юля, теперь я хочу вас спросить, веревочки шевелились в руках? Нет. Ну, конечно, нет. Волшебство должно происходить как? Незаметно. Правильно, да, незаметно. Теперь, Сережа, я прошу вас, чуть-чуть приблизьтесь к нам. Да, есть. Выберите, пожалуйста, любую веревочку из тех, которые держит Юля. Сверху, снизу, в середине, любую. И аккуратненько ее вытаскивайте. Вот так вот. Юля, а вы остальные держите. Так, тяните, тяните, тяните. Так, вот у нас эти все держите. Так, одна веревочка. Так, теперь, Сережа, возьмите, пожалуйста, любую... Кстати, свою же и вытянула. Да, любую другую. Ты внимательна, между прочим. Так, вы знаете, по-моему, показывайте, Юля. По-моему, у вас в руках вновь оказались три абсолютно разные веревочки. Да, все очень веревочка. Средняя и длинная. Вот видите, вы уже настоящие волшебники. Без пяти минут буквально. У нас наставник какой, а? Тогда вопрос, Юрий. Да. От чего зависит настоящее мастерство в фокусах? Зависит ли это только от хорошего реквизита? Или вот вы сказали, что, например, уж сложный реквизит не всегда любите использовать. Вот более простые какие-то вам интересные фокусы. А как вы относитесь к каким-то сложным, таким вот дорогостоящим реквизитам? Я отношусь очень хорошо. Тем более, что в моей новой программе, о которой мы говорим, которая так будет называться, «Колиостро», там будет несколько трюков с большим реквизитом. Вы знаете, я отношусь хорошо абсолютно к любым трюкам, даже к тем, которые я не показываю. Главное, чтобы человек, который их демонстрирует, делает профессионально. А звук, свет играют тоже важную роль? Очень важную. Конечно же. Звук, свет, подача составляющих масса. И мелочей, как говорил в известном фильме Мюллер, мелочей нет. Есть детали. Вы все представление находитесь также в напряжении? Или для вас это очень просто? Вы наслаждаетесь моментом? Да, вот ты выходом на сцену. Вы знаете, кто-то из известных актеров или режиссеров, я же не помню, сказал, что когда артист перестает волноваться, он перестает быть артистом. Конечно, волнуюсь. Ваша дочь, вот расскажите буквально несколько слов, вы уже затронули тему, что она связана с вашей профессией также. Ну, может быть, не напрямую, но тем не менее. Она никогда не хотела делать сама фокусы? Вы знаете, хоть она сама человек из артистического мира, как я уже говорил, она художник по костюмам для театра и кино. Еще моя супруга, она тоже очень творческий человек, хотя она не артистка. Но вы знаете, у меня ни дочь, ни жена не очень любят фокусы. Как ни странно, как ни удивительно. Но они же часто в жизни наблюдали рядом с вами, находясь вот фокусы. Наверное, дома они хотят, чтобы вы были простым, обычным человеком, и чтобы жена, наверное, могла больше так иногда фокусничать. Да, ну, предоставим ей. Мы ближе к финалу нашей программы. Я покажу вам фокус с вашей ребятопомощью, который я называю женским фокусом. Почему? Наши зрители поймут. У нас Юрий Стрелков, кто только что к нам присоединился, и с телезрителем мы напоминаем, в гостях. И сегодня у нас здесь волшебство творится в этой студии. Вот как раз Юрий нам обещал показать свой один из любимых фокусов, связанный с легендарным именем графа Калиостро. Так что мы в предвкушении. А вы поучаствуете. Мы поучаствуем. Ну, если вы помните, графу Калиостро приписывают много трюков, много разного волшебства, и в частности, трюк, когда он взглядом гнул ложки. Ребят, вот посмотрите, пожалуйста. Я сейчас обращаюсь к вам. Вот у нас здесь есть некоторое количество металлических ложек. Кстати, этот трюк возобновил, вернул к жизни известный фокусник Ури Геллер, который был и на украинском телевидении, и на СТБ гостем. Если помните, программа была «Феномен». Он, в общем-то, автор этой программы. Так, вернемся к этому. Ну, с виду все обычно. Три любые, да. Вы можете их проверить и выбрать три любые. Каждый по три, да? Нет, вы вдвоем выберете три ложки. Хорошо, я одну. Вы нас запутали. Слежа, вы тогда две. А, то есть кто-то должен больше? Любые, любые. Так, я выбираю. Почему в итоге нам нужны три ложки? Потому что у нас с вами трое. Вторая ложка, есть. Я попрошу вас, так, Слежа, положите их, пожалуйста, одну на другую. И убедитесь в том, что они абсолютно одинаковые. Буду играть на ложку. Да, есть. Так, теперь давайте сделаем так. Одну ложку я попрошу вас дайте, Юлия. Одну ложку дайте мне. Давай уже. Одну оставьте себе. Так, отдаю. Так, что я попрошу вас сделать. Возьмите, пожалуйста, вот так, двумя пальцами, каждую свою ложку. Неважно, какую руку. И положите, да. И положите вот так на руку. Так. Не-не. А какой стороной лучше? Вот так, вот так берете и поворачиваете и той частью, которую мы едим. Вести. Да. Вот, положите, пожалуйста. Так. А теперь приближайтесь, приближайтесь и смотрите внимательно. Что происходит? Происходит измена... Происходит то, что должно произойти. Измена структуры. Юля, я попрошу вас, возьмите, пожалуйста, эту ложку. Так. И сравните ее, пожалуйста, с той, которая находится у вас на руке. Найдите два различия. Ну, как минимум одно. Да. Лучше будет видно, если сделать... Да, в профиль показать. Если сделать вот так. Как видите, они стали немножко разными. Слегка. Да. Вот, собственно, один из трюков. Класс. И она даже не нагрелась. Я не знаю. Ложки вы выбирались. Да, это точно. Интересно. Вот так, собственно. Супер. Ну, Сережа, мы с тобой не волшебники. А обратно вернете на ту ложечку? Вы сделали серьезный шаг. Так, теперь фокус. Женский фокус. Ну, давайте. И когда я... А, кстати, вот в вашем мире фокусников много женщин? Мало. Это считается мужской профессией, но женщины есть и есть достаточно достойные. Но дело в том, что есть трюки, которые считаются... считаются, так, неофициально считаются женскими. Это трюки с цветами, с веерами, с букетами, с тканями, с большими блоками. Ассуары, это то, что связано. Ну, давайте к фокусу. Да. Так, женский фокус. Так, давайте сделаем вот что. Вот у меня есть несколько полосочек бумаги. Пожалуйста, я попрошу вас, Сережа. Возьмите, пожалуйста, каждую свою бумажку и покажите нашим телезрителям, что это действительно обыкновенная бумага. Да, так и есть. Да, обыкновенная. Так. Ну, в рукавах у меня ничего не прячется. Кстати, вопреки быктующему мнению, фокусники в рукавах ничего не прячут. Они у вас так застегнуты, пложно, что... Возникает вопрос, а где же они прячут? Ну, это уже другой вопрос. Так, ребята, сейчас я попрошу вас, когда я посчитаю до трех, вы вдвоем сделайте, вот когда мы веревочкой превращали, вот так сделайте двумя руками. Итак, раз, два, три. Пас магический. Или вы запаздываете. Так, давайте все-таки вы проверите мои рукава. Посмотрите, там ничего нет. Нет, все чисто. Все чисто. Потому что то, что я сказал, что там ничего нет, ну, мало ли, что я сказал. Сейчас я посчитаю до трех. Вы вдвоем сделайте вот так вместе. Итак, внимание. Раз, два, три. Мы еще не успели даже пшикнуть. Что происходит вновь? Посмотрите, пожалуйста. Так, один знак, да. Покажите, пожалуйста, что это настоящие. Да, это настоящие деньги. А возвращать обязательно? Да. А теперь... Только по 18 возьмешь. А теперь... Что случилось? Последняя часть, которая и объясняет, почему этот фокус... Женский. Женский, да. Юрий, я сейчас обращаюсь к вам. Сейчас я посчитаю до трех. И на счет три. Ну, вы уже девушка опытная. Вы сделаете двумя руками. Вот так. Итак, раз, два, три. Все. Вот, собственно... Новая сумочка сгорела. Которая... Так, еще раз. Еще раз. Вот, собственно, все вообще исчезло. И даже дымка нет. Вот она же, король, чтобы бумажник супруга. Да. Моей жене не очень нравится этот фокус, но... Смотрите, вы сказали, что есть женские фокусы, а есть мужские. Сугубо мужские. Именно направлены только для вот такого крепкого интеллекта. Есть ли такие просто интересные? А что, у женщин некрепкий интеллект? Я имею в виду расчетливые такие женщины. Они более такие натуры лирические. Они могут вот так вот отвлечься. Ну, мужские трюки – это, в общем-то, все остальные. Скажем так. Но женские, я же говорю, это те, которые требуют какой-то вот душевности. Ну, в основном это, как я уже говорил, это букеты цветов. Настоящие или искусственные. Это веера, это какие-то ткани, драпировки. Ну, давайте не будем терять время еще. Да, вот, кстати, Юрий, вот вы, например, можете нам какое-то чудо устроить, связанное вот с тут, чтобы тепло побыстрее к нам пришло как-то? Ну, до тепла на дырку. Какие-то появились теплые нотки. Сейчас у нас пока еще зима. У меня так дня до сих пор жарко. Обещают, что зима будет еще долгой, но все мы уже думаем о лете, о тепле. Кто-то из нас, может быть, летом поедет в теплые страны, кто-то будет отдыхать в нашем курортном городе. Я сейчас на несколько мгновений перенесу вас в лето с помощью нескольких полосочек газетной бумаги. Я покажу вам, как можно из нескольких полосок бумаги сделать пальму. Конечно, символическую. Дорогие друзья, запоминайте, пожалуйста. Это очень просто. Кстати, если нас смотрят дети, товарищи дети, будьте особенно внимательны. Вы своим родителям, которые придут сегодня вечером с работы, вы сейчас не ходите в школу, сейчас каникулы, сможете этот фокус показать. Единственное, вам нужно запоминать то, что я буду делать. Вы берете несколько полосочек бумаги и сворачиваете из них трубочку. Вы запоминаете, да? Да, да, да. Так. Сворачиваете ее не до конца. Затем вторую полосочку бумаги вы вкладываете сюда и, опять же, скручиваете. Можно иногда чуть-чуть плотнее сделать. Так. Берем следующую полосочку бумаги. В принципе, можно использовать очень много полосок. 10, 12, 20. Чем больше будет полосок, тем выше будет пальма. Но мы возьмем, допустим, штучки 4, может быть, 5 полосок. А, господи Александр Ильич, лучше брать развлекательные или политические? Где пальма будет более острее? Ну, лучше взять какую-то цветную бумагу. Правильно. Вот. Тогда пальма будет ярче. Так. Затем мы подкручиваем вот так и сворачиваем до конца. Теперь нам нужен такой инструмент, который называется ножницы. Он нам нужен для того, чтобы сделать с этой стороны, с одной стороны, 4 надреза до середины. Один надрез. Надрезы должны быть друг напротив друга. Второй надрез. Чудеса с помощью обычных инструментов. Да, да. Для этого ничего не нужно. Не нужна даже подготовка. Единственное, я рекомендую вам хотя бы один разик порепетировать дома перед зеркалом. Это не помешает. Затем мы находим серединку и от центра отгибаем. Я думаю, нашим зрителям хорошо видно. Отгибаем вот эти полосочки наружу. Собственно, все приготовления у нас уже закончены. Теперь, чтобы у нас вот эта непонятная бумажная конструкция превратилась в пальму, что нам нужно сделать? Нам нужно взять самый центральный кусочек и сделать вот так. А я боялся все время, я думал, вы сейчас скажете, вот, собственно, мы и сделали пальму. А и был еще не конец фокуса. Вот такая символическая пальма. Класс, вот это да. Вот так. Такая шутка, научиться которой можно буквально за несколько минут. И будьте удивляться своих друзей и близких. Спасибо вам большое, Юрий. Мы еще массу бы фокуса посмотрели и с вами пообщались хоть часами. Может быть, в одном из следующих эфиров. Надеюсь, мы увидимся с вами не в последний раз. Да. Большое вам спасибо. Хорошего вам дня. Побольше благодарных зрителей. Кстати, скажите, как вас найти вообще в городе? Очень просто. Набираете в любом поисковике Юрий Стрелков Одесса. Там есть вся информация. Есть телепрограммы обо мне. В том числе и ваши, конечно, сегодня будут выложены. Есть статьи. Если кто закусит, я тебе очень легко. Так что, дорогие телезрители, если вас заинтересовал наш сегодняшний гость, и вы хотите, возможно, у него узнать побольше о том, как он осуществляет фокусы. Кстати, учеников берете и не занимаетесь такой практикой. Вот есть ученики желающие? Вы знаете, я не хочу забегать вперед. Вот с некоторыми организациями я веду переговоры, которые хотят организовать театральные, эстрадные, цирковые школы. И, видимо, со следующего учебного года я буду преподавать. Где это будет, тоже можно будет узнать. В общем, кто ищет, тот всегда найдет. В данный момент никто в Одессе фокус иллюзионное искусство не преподает. Но я все-таки это возобновлю, конечно. Думаю, со следующего учебного года. Вам удачи, мы желаем хорошего вам дня. А вам, ребята, и вам, уважаемые телезрители, я желаю хорошего, доброго волшебства, хороших, добрых чудес в вашей жизни.